Семья Былич из Голицына обратилась к главе района по вопросу улучшения жилищных условий. Они живут в двухкомнатной квартире на первом этаже. У Елены и Александра четверо детей, младший – инвалид детства. У малыша редчайшее заболевание – синдром Апера. Из-за постоянной сырости и плесени у ребенка появились проблемы, вызванные аллергической реакцией. В этой ситуации межведомственная комиссия городского поселения Голицына должна произвести обследование помещения, сделать заключение о его пригодности, либо непригодности для дальнейшего проживания данной семьи. Если квартира будет признана непригодной для проживания инвалида, то тогда возникнет внеочередное право обеспечения их жильем. Александр Николаевич проводит комиссию. Вы показываете свое жилье. Справки у нас есть. С учетом заболевания, очевидно, вашего младшего ребенка находиться в таких условиях невозможно, о чем, собственно, и будет указано в акте комиссии. Мы за счет этого сможем переставить вас вперед очереди, как сказал Аэк. В поселении квартиры нет, мы тогда передадим из фонда района. Андрей Иванов подчеркнул, что возможная площадь будет найдена к 15 декабря. За помощью главе обратился и Владимир Бродин. Он представитель пяти садовых товарищей на территории поселка Клин. Жители этих СНТ беспокоят то, что у них отсутствует проезд для пожарной техники. Глава района с этим вопросом пообещал разобраться. Следующее обращение от многодетной мамы Надежды Спиридоновой. Не имею возможности сейчас встать на очередь на улучшение жилищных условий, хотя проживаю в аварийном доме, 20-го года постройки. Дом построил еще мой прадед, и сейчас он несущая конструкция, фундамент отсутствует полностью. Семью Спиридоновых малоимущие не признают. По словам Надежды, кадастровая стоимость участка завышена, а в юности на нее приватизировали часть квартиры, в которой живут еще другие родственники. Андрей Иванов подчеркнул, что после Нового года Спиридонова получит уведомление и сможет выбрать участок. У нас вопрос на особом контроле, и мы и дальше планируем всех очередников многодетных закрыть именно по земельным участкам. Инициативная группа жителей из Ново-Ивановского обратилась к главе сразу с несколькими вопросами, один из которых – благоустройство поселка. Андрей Иванов пояснил им, что публичные слушания по генплану пройдут в 2017 году, где жители смогут высказать свою точку зрения. Личные приемы глава района проводит регулярно. Записаться на них можно по телефону 8-495-599-1518 или в здании администрации. Дарья Сутягин и Леонид Бурдин, телекомпания «Одинцова».